О Зурабе Церетели можно многое услышать, но чтобы составить собственное мнение о его творчестве, стоит посетить галерею мастера в Москве на улице Причистенка. Это не просто выставка, это крупномасштабный художественный проект, который раскрывает Церетели еще и как знатокамеровой культуры и философа. С его насыщенной творческой биографией ветеранов познакомила опытный экскурсовод, ценитель и знаток современного искусства Елена Ларионова. В музее представлены произведения на религиозные темы. Здесь можно увидеть и скульптуры простых жителей Тбилиси, горельефы, посвященные деятелям культуры и искусства 20 века. Кого здесь только нет. Ахматово, Бродский, Чаплин, Есенин, Маяковский, Высоцкий, представители династии Романовых, Петр Первый. Особое внимание ветеранов привлекла скульптура Владимира Путина. Церетели создал множество картин, миниатюр, скульптур, произведений декоративно-прикладного искусства, работ в технике эмали. Зураб Константинович в советское время возобновил вот эту эмаль, и он ее довел до монументальных масштабов. Ну вот мы сейчас там, видите, вот видите, какая издали цвет насыщенный. Трудно поверить, что все здесь создано руками одного мастера. При таком плотном графике Церетели еще находит время для юных художников. Каждую неделю в галерее проводятся бесплатные мастер-классы. Когда он здесь рисует с детьми, тут нет такого, чтобы он учил. Ну не в ранге академика, мастера учить детей. Это и есть педагоги, которые учат. Они находятся в ауре, вот они счастливы, что они пришли сюда. Рисует он, рисует они. После экскурсии ветераны встретились с самим мастером. Во время беседы председатель Одинцовского координационного совета по делам ветеранов Михаил Солнцев попросил художника принять участие в создании памятника «Тружникам тыла». Его планируют установить на центральной площади Одинцова. Вы дайте предложение, я не буду отказываться. Ветераны поблагодарили художника за его творчество и поздравили с 260-летием Российской академии художеств. Азураб Константинович, в свою очередь, выразил благодарность своим гостям за их труд, доблесть и патриотизм. Ох, сильные мужчины, сильные мужчины. И очень обрадовался, хорошие вопросы задавали. Знаете, это... По патриотизму они... У них высота прибавилась, так они хорошо отвечали. Вероятнее всего, подобные экскурсии для жителей Одинцовского района станут регулярными. И с Урабом Церетелей смогут встретиться не только ветераны. Тот Координационный совет, который существует в Одинцовском районе, исплачивает ветеранов Одинцовского района, в первую очередь должен быть здесь. Мы дорожку протоптали. Андрей Лобович даже позвонил по телефону, спросил, как понравилось, не понравилось, да, понравилось. Не то слово понравилось. Мы готовы сюда приезжать, с детьми, со школьниками участвовать. То есть мы протоптали дорожку. Мы не первооткрыватели, но мы же чувствуем себя людьми, приобщенными к этому великому человеку. Атмосфера творческой свободы, вдохновения и заряд положительных эмоций – все это ждет каждого, кто посетит галерею Зураба Церетели. Дарья Киреева, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.